Вместо болот, торфяные поля. Какое сельхозпредприятие региона осваивает новую технологию разработки земель? А еще фазаны для души. Чем могут похвастаться владельцы личных подсобных хозяйств региона? Здравствуйте, я Вера Краева и это «Сельская среда». На начало недели в Тюменской области заготовлено 1000 тонн сена. Общая потребность региона в нем 87 тысяч тонн. Что касается сенажа, собрано 7% от плана. Это свыше 39 тысяч тонн. Все только начинается, а прогнозы уже оптимистичны. В отличие от прошлого засушливого года, в этом сезоне грубых и сочных кормов для предстоящей зимовки животных должно хватить с лихвой. Здесь смесь различных трав, кострец, где-то клевер попадается. Птичек заодно тоже кормим, они еще и мышек поедают. Следом идут за ворошилкой. Этот свежескошенный урожай пойдет на корм ремонтного молодняка. Именно на таком сборе трав телята будут хорошо расти и набирать массу. На предприятии «Запсиб хлеб и сеть» идет заготовка сенажа. Далее мы перейдем на зимую пшеницу. Будем убирать ее также для высокопродуктивного скота. И дальше цикл уже будет идти непрерывно. Здесь начнется смесь ячменя с горохом, потом второй укос люцерны, далее сила с кукурузной. Во время уборки техника автоматически добавляет специальные бактерии в скошенную траву. Так запускается процесс ферментации. Сенаж для молодняка не требует длительной сушки. Урожай практически сразу увозят в яму. Нам нужно максимально утрамбовать ее, для того, чтобы выгнать оттуда кислород. Быстро это все сделать, потому что погодные условия. Плюс, как всему, масса везде разная в полях. И качественно, быстро закрыть ее специальной пленкой. На предприятии «Запсиб хлеб и сеть» – большое поголовье. Чтобы обеспечить его сочными кормами, здесь ежегодно заготавливается 25 тысяч сенажных тонн. Силостной массой – порядка 40 тысяч. Такого объема хватит на 16 месяцев кормления с запасом. В Упоровском районе тоже приступили к скашиванию однолетних трав. Аграрии СПК «Ямрутлинские» уже заготовили 869 тонн корма. Благоприятные погодные условия позволили растениям набрать большую зеленую массу. Поэтому волки получаются массивными. Водителям комбайнов приходится сбавлять темп скашивания, чтобы жадки не забивало густой и влажной травой. Масса большая, в ней сыра, забивают. У нас ленды крутятся, там вот под них набивают. Завтра, если вот это, допустим, еще два участка, вот, стоит, и за деревней там есть маленький. Но косить много. В этом году растения и воды Упоровского района планируют заготовить 32 тысячи тонн сенажа и по 29,5 тысяч тонн сена и силоса. Помимо Упоровского и Есетского районов, заготовку кормов ведут хозяйства в Аббатском, Ишимском, Казанском районах и Галышмановском городском округе. Заготовка кормов в нашем регионе продлится до сентября включительно. Бывшие болота, теперь торфяные поля. Агрофирма «Крим» представила свой способ разработки плодородных пахотных земель. За последние 8 лет освоено 600 гектаров. Технология сложная и кропотливая, но отказываться от нее не намерены. Увидели здесь потенциал большой, вот этой земли, прелесть этой земли. Какая она прекрасная, мягкая. Так выглядят торфяные поля. Пару лет назад на этом месте было просто болото. За последние 8 лет агрофирма «Крим» освоила почти 600 гектаров земли для вспашки. Вложения оправданы. Здесь высокая урожайность картофеля, моркови и теперь свеклы. 100 тонн с гектара. Намерены продолжать и дальше, несмотря на все трудности. Сложность, в первую очередь, путь в обработку. Трактор тонет просто по оси, прицепили там какая-то сельхозорудие. То же самое, тонет, тонет. Постоянно это болото, все-таки тонет, нужно вытаскивать. Там дополнительные какие-то затраты и технику держать рядом. Специальная резина широкая, допустим, колесового комбайна, картофелеборочного, ширина метр десять, гидроприводы. Компания работает, вкладывая в будущее. Торф завозят на поля 14 лет. Процесс долгий. От идеи зайти на торфяное месторождение до первой выработки проходит около трех лет. Не каждый инвестор выдержит. Без субсидирования ввода в оборот земли от власти, здесь не обойтись, поэтому мы должны помочь. Через льготы и кредитование, через прямое субсидирование. Снять запреты, которые у нас сегодня есть. Вот болота, где падают березы, они не могут зайти, потому что это земли лесного фонда. Сегодня очень многие говорят, что это дорого, что это легче работать с химическими способами ведения бизнеса. И фактически ведут хозяйствование очень интенсивными способами. И у нас рождается отрицательный баланс питательных веществ, когда выносится из почвы больше, чем вносится. Поэтому нам надо распространять хорошие практики, вот как сегодня мы смотрим в Криме, работы с воспроизводством плодородия земли. И сделать это одним из важнейших направлений сегодня в агрономической и агрополитике региона в целом. Здесь аграрии занимаются известкованием почвы, выравнивают землю по давно отработанной технологии, но пока не популярной. Снимают грунт, устраняют ямы и обратно завозят землю. Это за отдел для богатых урожаев на несколько десятков лет вперед. Хороших условий для системы рошения. Этим пока, кроме агрофирмы Крим, никто в Тюменской области не занимается, поскольку это достаточно по деньгам недешевая процедура. Тем более, что грунт, который был убран, необходимо завести торфопесчаную смесь на это место и выровнять все согласно технологического процесса. Поэтому непростая работа, требующая большого количества финансов и, конечно же, профессионального подхода к работе. В Тюменской области действует госпрограмма по вовлечению в оборот сельскохозяйственных земель. Но этого мало. Региону нужно больше посевных площадей. В приоритете хорошие практики и программы по биологизации почв. Одного рецепта нет. У каждой компании свой товарооборот. В Криме за пять лет он увеличился вдвое. Могут еще больше. Этому помогут новые решения. Региональная программа и закон о плодородии Тюменской области. Бычки, поросята и еще три десятка домашней птицы. Вот такое личное подсобное хозяйство у семьи Тропыниных из Викуловского района. Супруги вместе полвека и ровно столько же времени трудятся на земле. Это Тванька, там Васька, Пестренка. И самый последний двухнедельный между ними хозяин решил старшиной назвать. Трудовой день Тамары Похолковой начинается в 3.20 утра. Принять и отправить молоко, а затем идти к своим подопечным. В хозяйстве свыше десяти голов – бычки и телочки. Те, что постарше, пасутся у реки. Благо, лугов в селе Базариха Викловского района хватает. Своё хозяйство семья Похолковых ведёт уже почти полвека. Помимо крупных рогатых есть поросята. В ближайшее время от них ждут пополнения. Недавно обзавелись ещё и птицы. Три десятка кур, гусей и уток. А для души купили ещё и парочку фазанов. Экзотика, но с новыми технологиями ничего не страшно. Раньше же не было такого инкубатора или ещё что-нибудь. Ну, курицы были, курицы сами выпаривали цыплят. А потом всё-таки легче стало. Заложил в инкубатор и без заботы. В уходе за многочисленными животными помогает техника. Трактор, грабли и пресс – всё купили сами. Мясо, молоко, яйца – всё в достатке. Тамара Петровна признаётся, уже не представляет свою жизнь без личного подсобного хозяйства. И галашейка, и разные породы куры. Всех помаленьку. А генерал, он у меня за курицами следит. Строго. Хозяин. Хозяин. Всё своё, домашнее и у Надежды Тропыниной из села Шешуки Викуловского района. Здесь два десятка кур несушек и ещё столько же индюшат. Последним всего два месяца от роду. Чтобы росли хорошо, высадила несколько грядок с луком. Это их любимое лакомство. Пенсионеры Тропыниной ведут хозяйство вдвоём, но часто им приезжают помочь дети и внуки. Как замуж вышла, так и началось. Нам всю кровь привела корову, поросёнка, и потом всё и пошло. Свиньи кормят, куры кормят и мясо, и яйцо. Для большого семейства всего хватает. А для полного счастья ещё и пчёл разводят. Единственную себя в деревне. Это чтобы сладким себя и других побаловать. А если позволят здоровье, то и количество пчелосемей в пасеке увеличат. Здесь, пожалуй, поставим точку. Это и другие выпуски программы «Сельская среда» вы можете посмотреть на Ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в АПК-области расскажу совсем скоро. А пока удачи и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!